Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь и сегодня мы поговорим о самых свежих и актуальных новостях. Поехали! Субтитры делал DimaTorzok Я прошел педсовет с участием неадекватного старика. Так вот, вывод из этой встречи можно сделать только один. Эта система не оставит камня на камне от белорусского образования. Они уничтожат все, что можно только уничтожить, так как они осознали, что инакомыслие порождает протесты и несогласия. Они осознали, что только люди, которые могут здраво мыслить и рассуждать, могут и сделают эту революцию. Им не нужны думающие люди. Этой незаконной власти нужны амебные, совсем согласные. Я батьки. Эта незаконная власть начала вести очень интересную риторику по отношению частных школ. Один неадекватный синий старый дед заявил о том, что частные школы непосредственно виноваты в том, что в Беларуси случилась революция, что эту незаконную власть ненавидит весь белорусский народ и причиной тому эти самые частные школы. И естественно тут же вся эта карательная система отреагировала на высказывания одного неандертальца. И сейчас они в общем-то посчитали, что частные школы не должны работать в Минске. С 1 сентября не откроются частные школы, так как там очень много разного рода нарушений. Ну, так у нас все устроено. Они так строят закон, чтобы каждый, повторяю, каждый белорус был в чем-то виноват. Чтобы при необходимости, при любой необходимости, если вдруг этот самый белорус с чем-либо не согласен, его можно было посадить в тюрьму, ну либо попросту ликвидировать. Поэтому в Минске ни сады, ни частные школы с 1 сентября работать не будут. И это очень и очень плохой звонок. В Латвии снова обнаружили белорусскую контрабанду сигарет. И в этот раз в арболитных блоках. Что стало понятно, так это то, что в дерево они уже не прячут наши с вами сигареты. Ну, как, белорусские сигареты с белорусских табачных фабрик, которые производят эти самые сигареты за счет белорусского бюджета. Контрабанда это то, на чем синий зарабатывает нелегально и кормит своих прихлебателей, прихвостней и тех, кто избивает и издевается над белорусским народом. Литва начала разговор с Евросоюзом и предоставила документы тех лиц, кого нужно ввести в санкционный список из-за нелегальных мигрантов. Это говорит о том, что, в общем-то, все известны и кто этим занимается. И важно, что в ближайшее время, скорее всего, эти санкции появятся. И у нас будет возможность лицезреть тех самых людей, которые непосредственно участвуют в этой самой незаконной поставке мигрантов в соседние страны Европы. И что-то мне подсказывает, что это снова те, кто приближен к семье Лукашенко. Ну и в связи с тем, что скоро 1 сентября, новости про образование не выходят с трендов белорусского интернета. Синепал и Шизоид заявил, что те, кто учится за рубежом, могут не приезжать обратно в страну. Ну, так как они, в общем-то, насмотрелись, как живут в Европе и считают, что в Беларуси жить нехорошо. И таким лучше не возвращаться на собственную родину, к своим родственникам, матерям и отцам. Это сказал не я, это сказал синепалый дед. И это сказал человек, который себя считает президентом страны. Что думаете вы по этому поводу? Напишите свое мнение в комментариях. Ну, правда будет послушать ваше мнение и интересно. Также синепалый Шизоид сказал, что школы не могут быть вне политики. Школа не может быть вне политики. Ну, помните, да? Детей в политику не привлекать и так далее и тому подобное. Так вот он сказал, что школа должна быть в политике. Ну, политика там должна быть. Только лукашенковская. Как вам такое, друзья? Вот это и есть лицемерие этой незаконной власти. Когда белорусы выходили на марши с детьми, они рассказывали, что те, кто водит на марши детей, чуть ли не алкоголички и наркоманы. А сейчас они говорят о том, что на митинги ходить можно. Только не против власти, а за власть. За ту власть, которая занимается контрабандой оружия, наркотиков и нелегальных мигрантов. Которая убивает белорусов, садит в тюрьмы и пытается репрессировать. Ну, логика, что тут скажешь. Ну и информация с МТЗ. Нашли, куда продать свои трактора. На Кубу продадут 260 тракторов. Что они там будут делать, мне непонятно, но факт остается фактом. Самое главное показать процесс. Что что-то происходит. Что что-то продается и что-то функционирует. В любом случае, Синепалый Дед 27 лет набирал кредитов и не развивал экономику. Ему не нужны работающие заводы. Ему нужны работающие белорусы. Чтобы они, в общем-то, не думали, что жить можно лучше, чем дает им возможность Синепалый Дед. Ну и МВД. Без него никуда. Я рассказывал вам информацию о том, что в МВД никто не хочет идти учиться. Что там колоссальный недобор. МВД, в общем-то, приняло решение, что можно отправлять запросы в школы и университеты. И просить предоставить информацию об учениках. Чтобы их, в общем-то, как-то фаловать и отправлять на учебу в это самое МВД. Ситуация в карательных органах патовая. Никто не хочет идти туда работать. Они настолько продискредитировали себя, что белорусский народ считает их бандитами. И вступать в бандитскую группировку никто не намерен. Но они не опускают руки и пытаются отправлять запросы в школы и требовать, в общем-то, наших с вами детей, чтобы в будущем вырастить себе маленьких карателей. Система надеется удержаться у власти. Надеется и очень для этого старается. Пока Лукашенковский МИД закрывает посольство в Евросоюзе и развитых странах мира, параллельно открывают посольство в Зимбабве. Чтобы вы понимали, товарооборот Белоруссии и Зимбабве составляет всего 33 миллиона. Ну и что тут говорить, в общем-то, чтобы вы понимали, Зимбабве имеет экономику лучше, чем в Беларуси. Я делал рейтинги и сравнения, и мы с Зимбабве на самом деле находимся практически во всех рейтингах рядом. Ну, кроме политических заключенных. Там мы, в общем-то, лидируем по всем спискам. Зимбабве и Беларусь находятся на одном уровне развития. Это то, что сделал и то, чего достиг синепалый дед за 27 лет. Беларусь равно Зимбабве. Помните про политических заключенных и родных и близких политических заключенных. Вы были на канале Реальная Беларусь. И это были Реальные Новости. Пока. Реальные Новости.